И в продолжении темы. Отметили сегодняшний праздник, конечно же, и в Харцизском детском социальном центре, воспитанников которого с самого утра спешили поздравить званые гости. Погружаться в атмосферу детского праздника гости приютовцев начинали уже с порога. Всем зашедшим на огонек сотрудники социального центра предлагали вспомнить школьные годы чудесные и, вытащив такой себе экзаменационный билет, ответить на простое задание из школьной программы по русскому языку. Взрослые дяди и тети с удовольствием воспользовались возможностью на миг вернуться в свое ученическое прошлое. Далее уже в уютном зале социального центра гостей приветствовали его воспитанники. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, и мир нам не лежит. Воспитанники социального центра подготовили к празднику целый фестиваль, в ходе которого рассказывали и демонстрировали, чем славны жители разных городов России. Например, Санкт-Петербург, как известно, знаменит своими театрами, что и показали ребята в своем номере. Гости пришли, разумеется, не с пустыми руками. Принесли много вкусняшек, не говоря уж о целом ворохе поздравлений и добрых пожеланий. Мои дорогие, я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было побольше ярких, прекрасных моментов, чтобы было мирное небо над головой, чтобы светило яркое солнышко, чтобы вы выбрали свой жизненный путь, и обязательно у вас все получится и все реализуется. Мы, взрослые, приложим к этому максимум усилий, чтобы ваше детство было подольше беззаботным, счастливым и прекрасным. Хотелось бы, чтобы у вас всегда было яркое солнце, веселые улыбки, чтобы все, о чем вы мечтали, все у вас сбылось. Хочу также присоединиться, мы будем чем помогать, чем сможем. И не торопитесь взрослеть, все-таки детство это самая лучшая пора. Именно когда вы дети, вы готовитесь стать и пойти дальше в большую взрослую жизнь. Я хочу, чтобы эта взрослая жизнь у вас была легкой и ясной и светлой, и чтобы у вас у всех сложились отношения так, чтобы у каждого была теплая семья, любовь и счастье окружало вас всю вашу жизнь. Завершить праздник уже по сложившейся традиции присутствующие решили совместным фото на память. Продолжение следует...